Здравствуйте! Это новости на телеканале Видное ТВ. О событиях в Ленинском городском округе вам расскажут наши корреспонденты и я, Татьяна Брылова. Вначале коротко о темах выпуска. Торжественное открытие третьего корпуса детского сада номер 2 «Коловок». Новых планов очень много. Дерзать, идти вперед, учить детей. Традиционная августовская конференция собрала педагогов Ленинского городского округа. Президент Российской Федерации объявил 2018-2027 годы десятилетиям детства. И узнаем о том, по какому поводу глава района приехал в колледж Московия. Мы готовы оказывать поддержку и помощь в обычных хозяйственных вопросах. Сегодня в микрорайоне Купеленка торжественно открыли третий корпус детского сада номер 2 «Коловок». На праздничном мероприятии присутствовали глава муниципалитета Валерий Венцель, начальник управления образования Светлана Ломакова, строители, родители и дети, которые будут посещать дошкольные учреждения. Подробности в нашем сюжете. В микрорайоне Купеленка открытие этого детского сада ждали давно. В семье Крюковых двое детей старше Сережи теперь будет ходить в новый детский сад «Коловок». И это поможет его маме больше времени уделять младшему сыну. Молодые родители уверены, их Сереже здесь понравится. Чтобы детям было интересно, безопасно. Воспитатели, надеюсь, опытных наберут. Большинство воспитателей нового сада имеют опыт работы. Но самое главное, каждый влюблен в свою профессию. Новых планов очень много. Дерзать, идти вперед, учить детей, помогать млогопедию, выстраивать звуки. Маленький Руфат ждал открытия «Колобка» с присущим детям нетерпением. Ты очень ждал, да? Да. На торжественное открытие детского сада приехал глава Ленинского муниципалитета Валерий Венцель. Он поздравил сотрудников учреждения и местных жителей с этим событием, отметив, что новый детский сад – это большие возможности. Я уверен, что в этом детском саду будут всегда раздаваться детский смех, всегда будет хорошее настроение, радость. Абсолютно уверен, что коллектив детского сада под руководством Яны Георгиевны сделает все для того, чтобы детишкам было замечательно, чтобы они получали первые знания, чтобы они готовились к школе. Начальник управления образования Светлана Ломакова высказала свою уверенность в том, что в этом детском саду будет интересно и его сотрудникам, и детям. Здесь созданы все оптимальные условия для осуществления образовательного процесса. Полностью оборудовано 10 групповых помещений. Мы всегда готовы поддержать все творческие инициативы педагогов и лучшие традиции детского сада. Символический ключ от здания сада его заведующий торжественно вручил представитель компании-застройщика, которая постаралась в короткие сроки завершить строительство столь важного для муниципалитета объекта. А после традиционного перерезывания ленточки гости отправились на экскурсию по учреждению. Они увидели и замечательно оформленные группы, и музыкальный зал, где, по словам его новой хозяйки, отличная акустика. А в спортивном зале уже занимаются воспитанники подготовительной группы. В физической культуре здесь будет уделено особое внимание. Главное – привить им любовь к спорту, к здоровому образу жизни. И это как раз-таки самый подходящий возраст. В пищеблоке кастрюли и плиты пока не знают запаха каши, супов. Все это впереди. Заведующая детским садом Яна Николаева показала главе района гордость кухни – особую жаровню. А большой объем, и на 200 детей – это вот мы о таком мечтали. Как бы вот все у нас в этом корпусе. Так а что здесь готовится? Картофель. Загружается и тупится, да? Да, да. Пока взрослые дяди и тети торжественно открывают детский сад, его будущие маленькие воспитанники вовсю играют на детской площадке. Ром, покажи, как у тебя машина по песку ездит. Получается? Да. 200 юных жителей муниципалитета будут посещать новое дошкольное учреждение, которое уже 2 сентября начнет полноценную работу. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Видновская средняя школа номер 11 на этой неделе стала настоящим местом паломничества представителей образовательных учреждений Ленинского района. Недавно там прошла конференция, посвященная робототехнике. И вот в коридорах школы вновь людно. С какой целью педагоги и директора учебных заведений перед днем знаний собрались вместе, выяснял Максим Козлов. В учебном заведении уже все готово к встрече учеников. Но пока перед плакатами с надписью «Здравствуй, школа!» расположились столы для регистрации участников. Здесь же, в фойе, развернулась небольшая школьная ярмарка. А кто-то уже занял место в актовом зале 11-й школы. Мы проводим конференцию августовскую, нашу традиционную, педагогической общественности, чтобы дать новый старт новому учебному году, подвести итоги за прошедший учебный год и, соответственно, определить задачи на Новый год. В нынешнем году августовская педагогическая конференция получила название «Доступность качественного образования, условия и возможности для развития». Традиционно это мероприятие больше, чем площадка для обсуждения различных вопросов. Это еще и своеобразный смотр талантов. Первым перед собравшимися выступил глава Ленинского муниципалитета Валерий Венцель. Он поблагодарил педагогов за их труд и отметил, что Ленинский район является лидером Подмосковья по количеству строящегося жилья, а значит и увеличению количества жителей, что ставит перед системой образования новые задачи. Нам необходимо предпринять все усилия, чтобы появлялись новые и детские сады, новые школы и, конечно, во главу угла мы ставим быстрорастущий город Видное, уже прилегающие территории поселения города Ленинский. Здесь мы тоже не стоим на месте, поверьте, и мы заявились в государственные программы, которые утверждает правительство Московской области и лично наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Поэтому мы в ближайшей перспективе ждем, что эти учебные заведения, они попадут в государственную программу и мы будем реализовывать их строительство. По окончании выступления 65 сотрудников учебных заведений получили из рук главы муниципалитета награды Министерства образования Московской области, Ленинского муниципального района, кубки и юбилейные медали. Буквально два дня назад 11-я средняя школа была местом проведения научной конференции, посвященной робототехнике. Сегодня сюда также приехали более 500 представителей учебных заведений. Августовская педагогическая конференция стала традицией в Ленинском районе. Она проводится накануне начала учебного года. Начальник управления образования Светлана Ломакова в своем докладе подвела итоги работы муниципальной системы образования за 2018-2019 учебный год и отметила шаги по развитию учебных заведений в рамках национального проекта образования. Президент Российской Федерации объявил 2018-2027 годы десятилетиям детства. Это огромная ответственность для всех нас, требующая мобилизации сил и ресурсов для того, чтобы качественно обеспечить здоровье, образование и успешное развитие каждого ребенка. Под занавес конференции Валерий Венцель вручил 24-м педагогам сертификаты на получение квартир. Ежегодная педагогическая конференция является своеобразным маркером, который призван сигнализировать. К началу учебного года все готово. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Масштабная реконструкция центральной части города «Видное» внесла коррективы в привычные маршруты пешеходных зон. О временных трудностях, с которыми столкнулись видновчане, расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Жители центральной части города столкнулись с проблемой. Так как около кинотеатра «Искра» сейчас проходит глобальная реконструкция, они вынуждены проходить аллею славы в обход, а не насквозь, как раньше. Особенно на себе это прочувствовали жильцы близлежащих домов. Ведь теперь, чтобы попасть на советский проезд, они должны сделать крюк. Пешеходный переход, расположенный напротив Вечного огня, сейчас упирается в ограждение. Но люди все равно им пользуются, выходя на проезжую часть. А на следующей неделе ситуация с потоком пешеходов лишь усложнится. Буквально считанные дни остаются до начала нового учебного года. И если раньше учащиеся Видновского художественно-технического лицея, живущие на строительной улице, тратили на дорогу 5-10 минут, то теперь это время увеличилось. Из-за стройки, к сожалению, нельзя ходить. И надеемся, что скоро все построят, и будет удобнее ходить, и город станет красивее. В целом, лицеисты и простые молодые жители Видного не считают большой проблемой пройти лишние пару сотен метров. Ведь все понимают, что эти трудности временные. А главное, горожане отдают себе отчет, что дорогу безопаснее переходить по другому пешеходному переходу. По дороге тоже очень опасно идти, машина может сбить. Лучше по тротуару идти. Я живу сам в 25 минутах от школы, и не могу ручаться за ребят, которые здесь ходят. Мне кажется, время пути не сильно изменилось. Условные 5 минут обойти – это не так уж и катастрофично. Если обходить, то есть неудобно. Обычно я ходил вот тут, вот мимо Вечного огня. Сейчас это неудобно и занимает примерно в два раза больше времени. Скорее хочется, чтобы реконструкция закончилась. Я считаю, что это все равно плюс городу. Это будет развивать наш город, добавится какая-то красота. Думаю, когда закончат, будет красиво, намного лучше, чем было раньше. Я пока не видел самого проекта, что будет дальше, но я надеюсь, что нас же не подведут. Скоро здесь появятся фестивально-спортивные, концертные и мемориальные зоны. Будет благоустроена набережная Тимоховского пруда. Временные неудобства продлятся недолго. Уже в конце октября Лея Славы вновь станет доступной для пешеходов. А это место снова начнет радовать жителей муниципалитета. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Видное ТВ. Ехал в учебное заведение, а попал в аэропорт. Глава Ленинского муниципалитета Валерий Венцель с рабочим визитом посетил колледж Московия в поселке Развилка. Там он познакомился с учебным процессом и коллективом преподавателей. Подробности в репортаже Максима Козлова. Нет, это не пассажирский терминал аэропорта, хотя здесь все настоящее. Рамки, металлоискатели и прибор для просвечивания багажа. Валерий Венцель пришел в один из учебных классов колледжа Московия. Здесь готовят персонал для работы в воздушных гаванях. Металл светится в синий, органический вещество выглядит оранжево. Ленинское структурное подразделение, находящееся в поселке Развилка, одно из крупнейших в профессиональном колледже Московия. Оно готовит кадры по наиболее востребованным профессиям для Ленинского городского округа и всего Подмосковья. В связи с 90-летием Московской области, Ленинского района, у нас много достижений. Наши ребята занимают призовые места в конкурсах профессионального мастерства. Наши преподаватели показывают отличные результаты в региональных конкурсах профессионального мастерства. Мы идем, движемся, развиваемся, не стоим на месте. Визит главы муниципалитета был связан с приятным событием – вручением наград, выпущенных к 90-летию Ленинского района сотрудникам педагогического коллектива. Сегодня в колледже учатся 800 студентов, работает 50 сотрудников, 80% из которых проживают в Ленинском городском округе. Работают наши люди, которые здесь же и живут. Мы готовы оказывать поддержку и помощь в обычных хозяйственных вопросах. Пожалуйста, не врезгуйте в нашу помощь, обращайтесь. Мы для себя четко понимаем, что в первую очередь система образования, которая у нас достаточно устойчивая, достаточно хорошая в нашем муниципалитете, она также требует и пристального внимания. 28 человек в этот день получили награды из рук Валерия Венцеля. Среди них не только преподаватели колледжа, работающие в настоящее время, но и ветераны профессионального образования. Как, например, Ирина Северьяновна Выставкина, отдавшая преподавательской работе 50 лет. Половина присутствующих моей сослуживается. Хотя я уже на пенсии. Очень приятно мне, что обо мне помнит коллектив. И все мои знакомые здесь и меня поздравляют сегодня. После награждения, по традиции, коллективное фото на память. И после отъезда главы старые друзья и коллеги не расстаются. Им есть, что вспомнить и о чем поговорить. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости. Хороших выходных и до встречи.